Всем моё почтение, друзья мои! Всем здравствуйте! Предложили мне на обзор вот такое ночное видение от компании FNIRSNY. Почему взял? Потому что данная компания производит крутую электронику. Вот у меня блок питания от неё. Не блок питания. Ну да, блок питания лабораторный. Помните, я показывал? У них там мультиметры, всякая ерунда есть. И такое качество классное. Здесь, я думаю, что за игрушка интересная. Они говорят, возьмешь на обзор. Я говорю, давайте. Сейчас мы с вами вместе. Что-то посмотрел обзор у одного товарища, видел только такую штуку. И то он что-то внятного, ничего про неё не рассказал. Я решил с собой попробовать. Сейчас мы распечатаем, посмотрим, что за аппарат, по идее, он должен ночью, днём снимать. Увеличение тут есть у него. До 300 метров он якобы ночью видит. Ночью тоже я вечером подхожу. У меня не один день это займёт, увы, за один раз это всё увидение. И протестирую. Посмотрим. Ну, меня смущает, что здесь бинокуляр куда смотреть, да, экранчиком. Соответственно, вы не сможете там в кустах засесть, что вас не видно было и наблюдать. Все равно экран будет на лицо отражаться и, я думаю, свет давать и вас этим выдаст. Но понаблюдать за чем-то, если вас там надо увидеть, какие-то движухи вы вышли и влупить, да. Посмотрим, далеко бьёт, недалеко и проверить всё это посмотрим. Давайте мы сейчас распечатаем, посмотрим, что внутри, попробуем настроить, посмотрим, есть ли батарея у него внутри. Интересно. Первый раз с вами делаем. Написано 4К, якобы поддерживается. Не знаю, тут уже 4К-то что-то сомнение берёт. Ну, посмотрим. Погнали. Ну, давайте посмотрим, что тут есть. 4К написано. Зарядочка тут. Что есть? Ночной и дневной режим. 6. Цифровой зум. Шестикратный. 4К фото-видео снимает и 300 метров total dark дистанция. Ну, тёмная дистанция. Ночная дистанция. 300 метров. Также здесь, что и у нас заявлено. Животное, можно рыба. Кемпинг. Охрана. В гору какие-то путешествия строительные. Тут дублируется, да. И тут, что у нас есть? Сразу же давайте посмотрим. Инфокрасный иллюминатор. Одна у нас ячейка будет бить вот это. Инфокрасником это будет снимать. Фокус, да. Линза. Фокус настраивать можно здесь. USB порт есть. Дальше. Ну, тут зум преувеличивать. Разные функции на них, видите, назначены. Меню есть. Function Mode. Вот этими кнопками будете управлять. А вот этой кнопкой будет функция Mode. Да. Фото, включение, выключение и скрин. Интересно. Интересно, даже любопытно. Таких гаджетов мы ещё не обследовали. Пусть будет. Ну, она-то всё по-серьёзному сделана. Посмотрите. Только, наверное, одна коробочка вот такая сколько стоит. Сделано, конечно, классно. Спору нет. Так, это мы ножик уберём. Он нам тут не портил впечатление от распаковочки. Что мы тут сразу видим? Micro USB Type-C и USB. Видим, что современные уже все коннекторы. Любопытно. Давайте посмотрим по инструкции. Инструкция. Китайский. У нас, конечно, тяжело. А, вот есть русский. Смотрите-ка. Сейчас я, наверное, с инструкцией ознакомлюсь и мы продолжим. Ну, она такая инструкция-то. На нескольких страницах. Давайте по самому прибору. Ну, кейс, конечно, шикарный. Здесь дисплейчик. Сразу же мы снимем клеёночку с него. Сюда будем смотреть. Он не тяжёлый. Есть, смотрите, на штатив. Батарейки есть. Даже, смотрите, аккумулятор поставлен. Вот такой аккумулятор. Посмотрим, какой. 200 миллиампер. Ой, 2000 миллиампер. 18653,7 вольта. Интересно, заряжен? Надеюсь, что заряжен. Ну и, соответственно, снимаем. Так, не так. Вот так. Аккумулятор присутствует. Это вообще замечательно. Здесь прорезинено. Можно его поставить на штатив. Потому что, наверное, я, может, на штативе поснимаю. И попробуем вручную поснимать. Но он лёгкий. Он такой, не тяжёлый. Здесь линза съёмная. Сразу же фокусировка идёт. Здесь инфокрасный датчик. Глупить должен. Мама, не горюй. Кнопочки мод. Включение, выключение. И всё. Так, с этой стороны что у нас? Под заглушками. Сразу же флешку положили. Да вы что? Не может быть. Не может быть. Идёт флешечка. На сколько? 32 гигабайта. Это прекрасно. Это прекрасно. Не надо будет запариться. Я уже думал где флешку брать. Кнопка перезагрузки здесь. Если зависнет. Передача данных. Подключение к компьютеру. И всё. В принципе, всё элементарно. Не хватает столько ремешка. Не положили в комплект. Ну и то. За это спасибо, что есть. Так, здесь заглушку мы закроем. С этой стороны заглушка. Сейчас посмотрим. Да, всё нормально. Хотя не очень нормально. Погодите, она у меня что-то. Вот так нормально. С этой стороны заглушек нет. Такой лёгенький аппаратик. Сейчас мы его протестируем. Сейчас я инструкцию прочитаю. Что да как и расскажу вам. Что для чего есть. Давайте разбираться будем. Короткое нажатие. Включают. Ну, тут смотреть, соответственно, нечего. У меня тут в стол она стоит. Я буду вам показывать, что здесь есть. Здесь у нас есть пиктограмма записи времени. Сейчас флешки в 4К хватает на 6 часов. Ну, понятно, что здесь какой-то 4К непонятный. 32 гигабайта на 6 часов сомнительно. Пиктограмма здесь стоит. Флешки, заряд батареи, текущее время и текущая дата. Сейчас не настроена, но мы настроим. Дальше здесь величина экспозиции стоит. Пиктограмма циклической записи по кругу. И режимы фото, видео, еще какой-нибудь. Что касается поэтому. Давайте заходим в режим мод. Вот оно наживается. Или режим меню можно. Давайте сначала в режим меню зайдем. Постараюсь, чтобы у вас все было видно. Надеюсь, камера там фокусируется. Видим, что у нас переключение проходит вот этими кнопочками. Прием меню также. Да. Давайте сначала по меню. Переключение по меню. Как нам перейти в другой режим. Это я выключил. Ага. Все понятно. Этой же кнопкой переходим во второе меню. И кнопочками уже берем. Давайте сначала language выстоим. Если русский язык. Так. Выбор я не понимаю. Сейчас. Погодите. Я соображу, как работать. Language. Language. Нет, не этой кнопкой. Какой интересный выбор у нас. Вот этой, наверное, да? Да. Все, понял. Вот этой выбор кнопки у нас идет. Дальше опять передвигаемся по меню. Русский язык присутствует. Посмотрим, какой русский. Кривой или не кривой. Итак, погнали. Так. Отсюда выйдем, наверное. Нам надо что? По очереди. Дата, время. Оно сейчас не настроено. Потом я настрою. Автовыключение. Язык. Яркость. Частота освещения. Вот сюда, наверное, разойти надо. И поставить 50. Потому что у нас и выбор, да? Много? Да. И выбор этим же. Частота освещения. Дальше экспозиция. У нас есть. Скринсейв. Скриншоты какие-то. Непонятно. Ну-ка, что это такое? Выключено. А, скриншоты делать. С видео, например, если вы снимаете, сколько он будет делать? Все понятно. Выключено. Формат. ТФТ-карта. Пускай будет. Выделен. Будут удалены. А, форматировать карту. Отмена. Все понятно. Перезагрузить. Версия ПО. 24.05. Ну, я думаю, тут, наверное, прошивка последняя поставлена. Что касается... Поэтому... Ну, дату тоже тут можно настроить. В принципе... Все понятно. Так. Выйти. Как отсюда выйти? Сейчас сообразим. Вот сюда. Ага. Все понял. Так. И нам надо с вами... Разрешение. Давайте мы сейчас с разрешением разберемся. Надеюсь, там камера снимает. Не знаю, куда она снимает только. Это выключение. Разрешение. 4К. 2.5. Давайте 4К не будем ставить. Потому что... Ну, что ты... Хотя оставим 4К. Пусть будет. Запись у нас цикличная. Это у нас расширенный диапазон. Да? VDR выключен. Давайте его включим. Пусть будет. Распознавание движения не надо. Штамп времени. Включено. Ладно. Пускай будет включено. В принципе, все по настройкам. Все элементарно. Соответственно, она только будет поиграться. И выход отсюда. Выход. Вот так. Все понятно. Режим мод. У нас ночной режим. А, это фото. Это у нас просмотр файлов. Это видео. Да? Только... Ну, ладно. Он может вот это в ночном режиме у нас. Соответственно, просматривайте видео. Да? Ага. Это фото. Видео. Можно сразу же этой кнопкой управлять. Это не управлять. Все понятно. Ну, что? Надо будет тестировать. Давайте. Потестируем такую вещь. Тестовое испытание, господа, днем. Будет днем и ночью. Включаем приборчик. Долгое удержание. Включение произошло. Так. Дату я настроил. Все настроил. Режим видео в 4К. В 4К будем... Спиной к вам повернусь. Сейчас я, погодите, настрою фокус. Настраиваться вот это. В общем, разница в чем. Если близко объект смотрите, автофокуса нету. Придется всегда перестраивать. В принципе, я бы не сказал, что неудобно. Сегодня очень пасмурно. Все, запись видео пошла. Нажимаем... Да, где запись? Вот, запись. Запись видео пошла в 4К. Так, где у нас бинокль? Можно, видите, фокус расстроить. Видно, да? Можно его настроить. Яркости хватает за глаза. В солнечный день не могу сказать. Без зума цифрового стабилизации видим нету, но смотреть можно. Дальше давайте на бочку посмотрим. На бочку опять можно подстроить. Раз, расплывается и сделать почетче. Вот так. Можно посмотреть вдаль. Так, давайте куда-нибудь перестроим. Я не знаю, на стол, вот на тот. И сейчас попробуем прибавить зум. Зум. Давайте прибавляю цифровой зум. Погнали. Вот это максимум, но без штатива. Без штатива, конечно, трудно что-то рассмотреть. Это зумом надо со штативом делать. Убавляем. Ну, стабилизации не хватает. Понятно. Ночью будем тоже на этот дом настраивать. В принципе, вот так это все видится. Можно рассматривать там, не знаю, вместо бинокля. Конечно, увеличение есть. Хотя, может и нету. Но такое ощущение, что он немножко поближе снимает, нежели я глазами вижу. Хотя, может и так же. Так, и там дорога у нас едет. Дальше. Машины ездят. Там метров пятьсот до нее. Тоже ночью мы это все проверим. Куда еще влупить? Давайте влуплю в другую сторону, если вам было видно. Кто-то баню топит. Опять же, да. Вот так это все снимает. Гаражик можно посмотреть. Можно посмотреть соседние дома. Между прочим, разрешение... Так, все, наверное. Стоп. Разрешение на экране нормальное вообще. Не знаю, как на видео будет это смотреться. Но когда смотришь, дискомфорта не доставляет. Экранчик снимает четенько все. Все можно рассмотреть. Я говорю, что видимость плохая. В плане как... Пасмурно. Очень пасмурно вот сейчас. Нормально. Сейчас ее днем можно использовать как видеокамеру. Главное что-то поснимать, пожалуйста. Четенько, да. Давайте несколько сделаем режимов. Режимов... Так, где у нас... Режимы переключаются. Сейчас на фото сделаем. Вот фото. Давайте я несколько кадров сделаю с фоточками. Постараюсь поднастроить сейчас. Какие-нибудь фоточки вставлю, да. Вставлю фоточки вам в кадр. Но я там еще до этого фотографировал, может что-нибудь вставлю. Так. Камеру, да. Фокусное расстояние. Давайте я вам покажу фокусное расстояние. Сейчас, погодите, я режимы переключу. Режимы. О, нифига тут число я сделал здоровенное. В настройках я тут, видите, не первый день снимаю. Так, настроил число еще. Дату. Показываю. Есть ли... Так, видео. Да, видео. Фокусное расстояние. Могу ли я камеру увидеть? Сейчас, секундочку. Да. Так, запись видео пошла. Смотрите, вот я на таком расстоянии. Сейчас минимальное расстояние покажу. Вот. Минимальное расстояние, на котором вы можете сфокусироваться. Ну, фокусное расстояние примерно 50 сантиметров. У данной... У данного бинокля. Соответственно, смотрите, перестраиваю вдаль и начинаю крутить. Начинаю крутить и уже перестариваю ручками, как мне надо. Вот так это делается. Ну, соответственно, на любой объект будете перенастраивать. Фокус. Ну, четкость. Стоп. Вот так он снимает днем. Ну, днем можно как камеру просто использовать его, да, где-то вы на охоте, на рыбалке поснимать, что-то увидели интересное. Бам. Пожалуйста. Цифровой зум, конечно, только на штативе трясется. Только надо со штатива снимать и цифровое увеличение. А если просто без цифрового, вообще классно. Все, ждем ночь. Показываю ночь. Погнали. А вот и ночь пришла, господа. Ничего не вижу. Включаем прибор. Долгое удержание. Пошла картинка. Так, сейчас у нас ночное видение стоит, между прочим. Чтобы было все видно, я, наверное, отключу этот. Так, где записи-то у нас? Как бы и не промазать. Ну, ладно, найду. И это. Отключу освещение. Будет у вас полностью темно. Вот он. Сейчас я настроюсь на домик. Вот он. Смотрите. Это первый режим яркости. О, бьет нифига себе. А штука-то пригодная, друзья мои. Штука-то пригодная. Сейчас я, смотрите, на бочечку. Я сейчас, вот здесь я вообще четко вижу. Между прочим, огонь. Ха-ха, я думал, игрушка. А она вот кого-то вам выследить надо, да, посмотреть, например. Смотрите, вот там. Вот лес. Лес достаточно далеко. Это второй уровень яркости. Вот домик. Давайте третий поставлю. Ну, третий, наверное, вообще будет ярко. Вот он. Самый яркий. Да, больше не прибавляться. И вообще можно далеко смотреть. Не-не-не, огонь, действительно. Так, а туда вдаль, если даже даль не пробивает. Где кедр у нас? О, кедр пробивает. Вы посмотрите. Так, сейчас я буду убавлять яркость. Секунду. На домик навожу. Вот яркость я убавил, убавил. Вот это минимальная яркость, если смотреть где-то. Но ближе делаю. Я, смотрите, я фокус сразу же подвожу. Вот это огонь. Так, сейчас я, погодите, переведу куда-нибудь на дом, на дальний. Там в доме свет горит. На лес давайте наведемся. Лес. Сейчас я прибавлю мощности. Вот он. Это второй режим. Снег идет из-за этого. Я сейчас ждал. В принципе, действительно, 300 метров, может, даже больше бьет. Если вам надо кому-то животных там посмотреть, да, в лесу. Вы сами, конечно, не спрячитесь. Мне кажется, на вас тоже отсвечают. Огонь. Это я показывал в камеру. Погодите. Так, дом давайте. Сейчас я фокус. Я фокус подстраивал. В зависимости от дальности надо фокус настраивать. И самый дальний. Ну тут забор у меня мешает, конечно, и снег. Самый дальний давайте еще влупим. Так, куда-то влупить-то. Вот там. Блин, тут тоже все вмешается. В принципе, хватает за глаза яркости. Луч бьет. Мама, не горюй. Так, погодите. Я сейчас перевернусь куда-нибудь в другую сторону. Вот на лес, например. Да. Да. Хотя и вот второго уровня хватает за глаза. Вот давайте самый дальний угол. Вот это еще ярче. А там уже все кусты. Вот там стоп стоит на трассе. Видно. Если ближе, то надо убавлять. Вот я на первый уровень сделал. Наверное, на втором всех комфортней будет. Так. Под станцию. Сейчас я настрою. Секунду. Ага. Не настроил. Вот настроил. Так. И переворачиваем в другую сторону. Что, зум попробуем цифровой, да? Смотри, там даже вдали деревья видно все. Камера где? Камера здесь. Сейчас я, погодите, попробую на камеру навестись. Навестись на камеру. Не в эту сторону. Да, даже можно на камеру навестись. Смотрите, как снимают. Не знаю, как 4К, не 4, но в экранчик ночью вообще классно смотрится. Если будете смотреть в экран, так, где наша бочка. Настраиваю я на бочку фокус. Погодите, яркость. Вот она. Ага. Не сюда. Вот, вот так. Наверное. Где здесь у нас включается запись. О, вот так. Ребята, это, конечно, огонь. Огонь, огонь. Зум цифровой. Так, что можно выключить, наверное. Goodbye написано. Долгое нажатие. Если цифровой зум, ну я не знаю, тут расстояния мало. Это надо в поле выходить тогда. И на штативе начинают гулять. Но если просто, как стандартно смотреть, как ночное видение. Вам кого-то надо обнаружить, вы не видите, вышли, да. Вы, конечно, себя не спрячете. Понятно. Но зато вы всех обнаружите. Вообще классно видно. Не знаю, как на видео будет. Но разрешение экрана хватает за глаза полностью на данном. И дальности. Вот где я здесь подстаю, конечно, у нас 300 метров. Метров 500 до фонаря, наверное, до того. 300 спокойно бьет он. Три режима ночного подсветки. Первый, если вблизи только смотреть, где-то метров до 100. Если и дальше, на втором нормально. На третьем уже пересвечивать. Ну, как пересвечивать, в принципе, надо дальше смотреть. Но у нас был домик посмотреть, я вам показал. Еще один тест у меня во дворе. Как видите, темнота, хоть глаз кали. Сейчас я покажу, что видит, блин, как выключить. Что видит данный прибор. Я ничего не вижу, как тут выключить его. Данный приборчик. Так, сейчас я запись включу. Секундочку. Где у нас запись? Вот здесь, да? Да, запись пошла. Сейчас у нас яркость. Здесь только надо будет поднастроить вам постоянно. Ну, если там вот близко, да, что-то полностью. Давайте на лес. Четко вообще все видно. И самый яркий режим. Раз. Я сейчас покажу вам еще, что от этого бинокля видно. Ну, если вот видим, да, яркость. Не знаю, как на камере это будет, конечно. Дерево. Так, давайте яркость сейчас убавлю. Вот если мы будем смотреть сюда. Вот яркость убавил. Вот сама минимума. И сейчас я вам покажу, как вот эта ночь. Ну, снег, соответственно, видно. Между прочим, чувствительная камера. Я бы не сказал, что нечувствительная. Все, включаем. И вот, наверное, самый комфортный режим вот этот. Так, поднастраиваем качество. И все. Вот так. Так, давайте я покажу сейчас на вас. Смотрите, от него огонек видно, видите? Инфокрасный. От этого фонарика. Так, чтоб на меня отсвечало даже. Вот так. Так, я сейчас вас сниму. Погодите, у меня он до сих пор снимает. Сейчас фокус я настрою. Минимальный фокус. Сколько можно? Вот, вытянуть. Так, она вообще можно рядом снимать. Тут фокусный диапазон. Мама, не горюй. Ну, фокусное состояние. Опять же, давайте я выключу сейчас подсветку. Вот она, только экранчик видно. И включаю подсветку обратно. Так, камеры у меня стоят у дома. Смотрите. Всё, конец записи. Здесь включаем. Наверное, включаем, да? Что-то как-то я скептически к нему относился, друзья мои. Но вещь обалденная. Обалденная. Где-то вы ночью, да? И вам какие-то звуки у палатки, я не знаю, что-нибудь. Где? Или посмотреть в поле выйти. Огонь. Огонь. Фух, всех увидите, кто ходит. Разрешение, говорю, хорошее, чётенькое. Ну, что? Делаем выводы. Интересная штука, между прочим. Для кого пригодится? Для рыбаков, охотников обязательно. Кто охотохозяйство свои ведёт. Можно сидеть на лабазах, высматривать зверя. И кто просто любит путешествовать. Я знаю, банально в палатке там какие-то звуки вышли. Ночью хоть глаз коли включили, а всмотрелись. Охранные предприятия тоже сторожам не помешают. Ну, обычно там территории освещены, но если не освещены, где-то там угодья ваши. Тоже вот такая штука стоит недорого, бьёт здорово. Также фиксирует. Включили запись и уже немногословны будете, когда предъявите все факты, которые зафиксированы. Из минусов. Хотел разобрать данную штуку. Вот здесь есть отверстие под микрофон. Микрофон где-то запрятан внутри. Хотел перепаять и вот сюда под отверстие сделать. Специально вывести. Один болт не смог скрутить. Блин, сорвал грани. Приклеен, походу. Все открутил болты. Один не смог. Не стал ломать. Думаю, ладно, пофигу. Звук пишет, между прочим. Но слышно, что микрофон упрятан. Хотя он должен вот здесь быть. Надо его перепаять. Отверстие для микрофона есть. В принципе, слышно. Звук я вставлял с петлички. Но звук пишет. Не знаю, показал, не показал, как пишет. Звук ужасный. Как будто из бочки там где-то внутри. Хотел, говорю, разобрать его. Дальше. Если вы хотите спрятаться и за кем-то шпионить, не получится. Выдаёт луч. Так что это не шпионский гаджет. Вас запалят. Видно, как на камерах ночного видения. Вот стоит дома тоже. Только здесь гораздо мощнее луч. И видно, что красная окошечка. Это, думаю, понятно. Дальше. Цифровой зум тоже штука. Я не знаю. Нужна, не нужна. В принципе, без штатива с цифровым зумом работать невозможно. Все гулять. Стабилизации нет. Надо стабилизацию добавить. Я, наверное, думаю, что в следующем выпуске я несу стабилизацию. Если добавят, то прибор вообще будет огонь. А так, да. Сначала, говорю, с кипчистки отнесся. Думаю, что она, между прочим, ничего не весит. Грамм 200-300, наверное. Не помешает. А так, интересная вещь. Интересная. Особенно, кто, говорю, ведет активный образ жизни. Вот это для вас. С собой взяли. Сумочка. Все дела. Все. Ссылочки оставлю в описании. Смотрите. Переходите. Кому нужно наблюдение. Кажется, для себя, в общем, решит. Я говорю, на видео снимаю 30 кадров в секунду. Пишет 4К. Хотя в формате пишет 4К. Но, я думаю, все равно интерполяризация, или как она называется, не настоящая 4К. Но, когда смотрите в онлайне, экрана разрешения за глаза хватает. Все видно. Все четко. Видео не передает это просто. На видео, конечно, по-другому немножко это все пишется. В реале достойная вещица. Все. Всем пока. Ссылки оставлю в описании. Вот такой у нас был сегодня гаджет интересный. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok